В невероятной любви между султаном и его рабыней мы можем убедиться, читая письма Хюрем и стихи Сулеймана. Он посвящал ей стихи, она писала ему полные нежности, любви и преданности письма. В 50-х годах прошлого века в президентских архивах Стамбула были найдены письма Хюрем к султану Сулейману. Исследователи писем утверждают, что они являются образцом поэзии и прозы великолепного века Османской империи. Эти письма Хюрем писала Сулейману, когда он находился в военных походах. Турецкие СМИ разместили у себя на портале отрывок из последнего найденного письма Хюрем. Вот что она писала султану в 1526 году. «Я потеряна в мире, созданном Аллахом. Я провела лучшие годы своей жизни под твоей защитой, словно жемчужина в твоей шкатулке. Прими стенание от своей беспомощной и жалкой рабыни, страдающей от твоего отсутствия. Я нашла покой рядом с тобой. Слова и чернила не смогут описать радость и счастье, когда я рядом с тобой. Сердце твоей рабыни полно воспоминаний о днях, что мы провели вместе. В твое отсутствие я утешаюсь этими воспоминаниями. Я в печали, когда ты не рядом. Никто не может унять мою боль. Жизнь моя, мой господин, мой дорогой султан. Молю Аллаха об одном, чтобы снова увидеть твое лучезарное лицо. Больше никаких разлук с этого момента. Желаю, чтобы мой султан, мой возлюбленный, был всегда счастлив в обоих мирах. Ты всегда одерживаешь победу над врагами. Я знаю, что наша любовь – это судьба. Ты влюбился в свою рабыню, утешил ее и сделал счастливой. Я выбрала свою веру благодаря тебе. Вот почему я могу быть счастлива лишь рядом с тобой. Я послала тебе свои одежды, пропитанные моими слезами. Прошу, носи их, ради меня. Письмо она подписала так. Я желаю тебе счастья в обоих мирах, твоя бедная и смиренная рабыня. Хюрем. На самом деле, писем было несколько. Как пишет искусствовед Александра Шутко, которая занималась исследованием жизни Роксоланы, оригиналы хранятся в архивах дворца Топкапы. К сожалению, простым смертным их не увидеть, даже тем, кто их изучает. Они доступны только в оцифрованном варианте. Эти письма подтверждают, что Хюрем была очень образованной женщиной своего времени. Она писала на сложном османском языке стихи, посвященные Сулейману. Неудивительно, что своим незаурядным умом она смогла заинтересовать султана и покорить его сердце. Ведь рядом с великолепным правителем может быть только такая женщина. Свидетельством сильной любви Сулеймана к Хюрем являются его стихи, полные нежности и восхищения своей любимой. Султан Сулейман оставил своим потомкам сборник стихов, который был предположительно создан в 1530 году. Оригинал сборника, к сожалению, не сохранился. Самая древняя копия, выпущенная в 1554 году, хранится в Варшавском университете. Этот сборник является произведением искусства. Все стихи написаны лучшими каллиграфами на бумаге с добавлением золота и серебра. В сборнике 614 стихотворений. Вот что писал султан Сулейман своей возлюбленной Хюрем. Ты Стамбул мой, Караман мой, земли Анатолии и Румелии, Бадахшан мой, мой Кыпчак, мой Багдад, мой Харасан. Твои волосы змеятся, бровь твоя изогнута дугой. Глаза обмятежные искрятся, о да, я болен тобой. Он сравнивает свою любимую с самыми знаменитыми землями империи. Они имеют важное стратегическое значение для страны, для султана, впрочем, как и для Хюрем. Именно эти стихи султан читает своей уже законной жене в сериале «Великолепный век» в ночь после заключения их Никаха.